Девушки отдыхают А если я сделаю два шага, ты дважды закричишь? Дважды. А если я сделаю три шага? Трижды. Ну, а если я сделаю четыре, пять, десять шагов? Теперь уже поздно. Надо было кричать с самого начала. Держите хотя бы свет поближе к своему лицу. Мне же надо вас запомнить. Должна же я буду потом в милиции составить ваш словесный портрет. Хитрюга. Лучше скажи, что хочешь узнать, хорош ли я собою. Всю жизнь мечтала. Посидим лучше вот так вот, в темноте. А кто такой? Что вам надо в нашей школе? Студент из Кишинева. Занесло меня сюда врожденное любопытство. Или лучше сказать, необходимость подзаработать. Мы здесь с экспедицией Краеведческого музея. Под вечер я в одном саду увидел яблоки, которые люблю с детства. И пока набивала имя рюкзак, моя экспедиция села в автобус и уехала. Яблоки, хочешь? Хочу. Обидно, конечно, что оставили. Но, с другой стороны, новые ощущения, новые обстоятельства. На Западе магнаты платят миллионы для того, чтобы испытать новые ощущения в новых обстоятельствах. А тут это добро за даром валяется на каждом шагу. Вот уж действительно поразительная бесхозяйственность. К тому же еще и умный. Это временами на меня находит, преимущественно при новых знакомствах. Из-за этих кислятин вы опоздали на автобус. А у нас их выращивают для консервных заводов. А есть их не едят. Видишь ли, девушка, я сам родом с буковины и не люблю излишне сладкие дамские сорта. Еще с детства я приучился к этим маленьким кислым плодам и готов их есть в день и ночь. Кроме этих яблок, чего у нас еще такого интересного обнаружили? Ну, я хочу спросить, какой смысл был той экспедиции заезжать в наши края? О-о-о! А ты ж не ожидал такой тупости со стороны местного населения. Иметь рядом со своей деревней на вершине холма древнюю звонницу величайший памятник Средневековья и спрашивать, что нас тут могло интересовать. Сама звонница и этот колокол с таким густым, кристально чистым звоном. Слушайте, это вы сегодня звонили, да? Ну, я. А что, помешал математику учить? Нет. Видите ли, у нас была спевка хора. Мы все выстроились по голосам. Учитель все требовал тишины, а тишины все не было. Ну, что-то все возились. И вдруг раздался этот удивительный протяжный колокольный звон. Все замерло, и мы вдруг запели. Очень было здорово. Жалко только, что не дали песню допеть. То есть как это не дали? Новый директор приехал. Дескать, песня грустная, а год неурожайный. То, да сей. Так, знаете, обидно стало, что даже когда ехали в машине, чуть не расплакались. Ну, там попели, потанцевали на полевом стане. Думали, успокоимся. Я уже и домой вернулась, и в клуб на фильм сходила, и прибрала, и постирала. Не дает мне покоя вторая эстрофа этой песни. Хоть ты плачь. Она ноет и стонет, не допетая во мне. И я вдруг поняла, что не освобожу себя от этой песни, если не приду сюда. И пусть одна, пусть без хора, без руководителя. Не допою ее до конца. Для того и пришла сюда в полночь? Да. И допела? Нет. Почему? Боюсь. Иди сюда. Сядь. Начнешь сначала, или с того места, где прервали? С того места, где прервали. Там вторая эстрофа, а потом припев. Давай. Осыпалась в саду листва, И улетели ласточки, Седея ты не на полях, И не танцуют парочки, Когда ландыши скажут, пора. Журавли прилетят поутру, А живет древним смыслом лоза, Прогибаясь во сладком хмелью. Ну? И многие у вас так хорошо поют? Многие. Выступай к нам в университет, У нас прекрасный хор. А бывает, даже консерваторских забиваем. Ну, большое вам спасибо. Прямо, знаете, гора с плечи свалилась. Но время позднее. Пора мне. Чего так заторопилась, а? А нам завтра надо рано вставать На уборку винограда. А я уже которую ночь не высыпаюсь. А не выспавшись, сами понимаете, Какой же работник. Ну, раз вопрос стоит так остро, Я даже могу проводить, Хотя не знаю, куда и что. Я бы с удовольствием пригласила вас к нам. Но сами понимаете, Когда девушка приглашает парня в дом ночевать, Этому придается совершенно другой смысл. Но у меня тут тетя рядом живет. Очень родной, близкий мне человек. Я ее разбужу, она вас чудно пристроит. Да нет, пусть ваша тетя спит спокойно. А мне уже пора на станцию, Чтоб успеть на утренний поезд. Уже... А может, вместе пойдем? Во-первых, нам какое-то время будет по пути. А во-вторых, я вам нарву хороших яблок Из нашего сада. Ну, сколько можно есть эту кислятину? Человек есть то, что он ест. Забыл, кто из ученых это сказал.